Штребух Их претензии заключались в том, что мы днями находились в гаражах вплоть до их закрытия. Мотали свет и водили в гараж друзей и знакомых. Также, по их мнению, мы выкидывали очень много мусора, хотя они не знают, что мы его копили целый месяц, а потом только выкидывали. Точкой кипения стал компьютер, который увидел один из охранников и тут же доложил председателю кооператива. Потом он пришел и дал нам неделю на то, чтобы съехать оттуда. Вы, наверное, думаете, что за бред? Нельзя водить друзей, нельзя находиться днями в гараже, нельзя пользоваться компьютером. А что вообще там можно? А я вам отвечу. Ни-ху-я Там можно только лишь одно. Зайти в гараж, открыть ворота, завести машину, а потом выйти оттуда и уйти домой. Вот что там можно. Жаль, что об этом я узнал не сразу. Но окей, мы оттуда съехали. В течение двух дней мы сразу же нашли вот этот гараж, разобрали стол, связали узелки и сразу же переехали. И приступили к обустройству данного гаража. Вложили в этот гараж 1020, строили с любовью и душой для себя. И в день, когда я планировал снимать на этот гараж обзор, мне позвонила хозяйка гаража и говорит, что ваш гараж горит. Сказать, что это было потрясение, ничего не сказать. Я был просто поражен и был в ступоре. После пожара прошло дня три. Я ревел, как сучка, ребят, честно. Это был пипец. Это очень жестко и, надеюсь, никто из вас не перенесет того, что перенес я. Но унывать я перестал. В итоге взял себя в руки и приступил к восстановлению последствий пожара. Пожар унес не только материальные вещи и жизни. Пожар унес много трудов. А вслед за собой унес мою мечту. А моей мечтой был велосипед для Даунхилла с Пошелай Статус 1, который я купил за последние деньги, влез в долги. Купил его тогда с рук за 94 тысячи. И буквально перед пожаром вложил в него еще 5000, чтобы можно было на нем ездить, потому что была ушатанная цепь и задняя кассета была тоже ушатанная. Ну а сейчас я его уже продал. И купил себе велосипед попроще. А мечта катать Даунхилл так и осталась мечтой. Каждый меня поддерживал как мог. Я читал от вас комментарии и они мне давали уверенность в себе. И помогли мне понять, что не все так плохо, как я думал. Сейчас все восстановлено и не без вашей поддержки. Огромное всем спасибо. Огромное спасибо Руслану, который пошпаклевал стены и их покрасил. В нынешнее время очень мало таких людей, которые помогают не словом, а делом. Также спасибо Грише, который проехал 40 километров, чтобы мне привезти кронштейны. Гришаня, ты просто монстр. Спасибо крестному отцу, который подсуетил для меня ламината на стройке. Помимо ламината он подарил еще много всего полезного, что очень сэкономило бюджет. Спасибо огромное донатерам за финансовую поддержку, без которой здесь было бы не обойтись. Восстановили гараж мы дней за 12, из которых 8 дней я восстанавливал гараж на стриме, на втором лайв-канале. Кто не видел эти стримы по восстановлению гаража, посмотрите, они будут вот здесь. На восстановление гаража ушло почти 30 тысяч рублей. Плюс 7 тысяч рублей я заплатил за то, чтобы вывезли мусор после пожара. Ну а теперь, ребятки, давайте посмотрим, что получилось. А получилась пушечка. Все потому, что руки не из жопы, ребятки. Мускулатура на высшем уровне. Начну по порядку. После пожара здесь было очень много мусора и воняло жестко пожаром. И чтобы от этого избавиться, пришлось выкинуть абсолютно все. Уцелело очень мало вещей. А здесь пенис. Вот, к примеру, вот этот кронштейн после пожара, в принципе, уцелел. Но весь пластик поплавился. Я потом попытаюсь его восстановить. Также попытаюсь восстановить дорогой штатив для видеосъемки. Попробую восстановить вот этот насос. Так вот, мы вынесли все из гаража. Разобрали все стены, ворота. В гараже остались только доски на полу, которые в некоторых местах обгорели. Чтобы убрать из них копоть, пришлось их зачистить болгаркой, а потом перевернуть и покрасить. Потом пошпаклевали потолок и стены. И покрасили потолок в белый цвет, стены в черный. Потому что изначально я думал, как должен будет выглядеть этот гараж. И в этот раз я сделал акцент на стиле. Мне черный цвет очень нравится. И здесь, я думал, поначалу не будет хватать света. Но я установил два вот таких прожектора мощных. Даже стало светлее, чем было. Вот эти доски для полок в пожаре, в принципе, особо не пострадали. Мы их зачистили болгаркой и покрасили. Пришлось только докупить небольшое количество кронштейнов, чтобы их установить. Ну а так как стены у нас в бетоне, пришлось их крепить на вот такие вот доски с помощью дюпель-гвоздей. Эти доски служат в виде рамы, которые я установил намертво к стене. Вот здесь уголок под инструмент. Снизу и сверху установлены мощные полки, которые выдержат большой вес. Здесь накрутил большое количество саморезов, чтобы вешать разные плоскогубцы. Там молотки, ножницы, ключи. Здесь также висят всякие прибамбасы для гаража. Вот там на магните висят отвертки. Тут временно стоят велосипеды. Обычно я их ставлю к стене. Вот это место, которое я проектировал под то, чтобы ставить под эту полку велосипеды. Но сейчас оно завалено барахлом с помоечки. Ведь помойка-то радует, ребят. Меня уже дня три, как она кормит. Также было в помойке найдено две огромные полки, которые я распилил. И одну часть из этих полок установил сюда. Здесь стоит старый сейф, который в принципе в пожаре уцелел, потому что он металлический. Просто прикоптился, мы его покрасили. Туда будем складывать что-то такое взрывоопасное. Ну а потом планируем купить какой-то огромный такой ящик, куда будем складывать всё то, в чём есть аккумуляторы. Чтоб ни в коем случае в будущем пожар не повторился. Ну а вообще на Алиэкспрессе я уже присмотрел охранно-пожарную сигнализацию, которую я в будущем куплю и установлю. И будет всё по высшей мере безопасно. Также на помойках была найдена вот эта полка, в которую я буду складывать еду различную. Вкусняшки какие-нибудь в помоечке. Здесь установлена вешалка, куда можно вешать в рюкзаке какую-то одежду. Ну а вот тут лежит небольшое количество барахла. В принципе, вроде бы как уцелевшая в пожаре. Но это всё надо будет ещё проверять. Возможно, даже вот этот кольцевой свет окажется рабочим. А с помощью Димы, моего крёстного отца, почти полностью весь гараж был устелен ламинатом. И очень много его ещё осталось. Ну а чтобы ламинат прослужил как можно дольше, на помоечке были найдены ковры. И один из ковров я уже постелил на пол. Плюс вот здесь постелил ковёр и маленький коврик возле двери. Потому что в Питере часто дожди происходят. Ну а теперь давайте осмотрим основную часть гаража, где я буду находиться постоянно и снимать видосы. Больше всего времени, конечно, ушло на постройку данного стола. Он очень прочный. Сделан с помощью рамы. Сверху были накиданы различные доски. А потом я его застелил ламинатом. Чтобы он был гладкий и красивый. Нижняя полка тоже застелена ламинатом. И там под столом установлена специальная полочка, для того, чтобы на ней стоял музыкальный центр, который я притащил из дома. Потому что старый в пожаре сгорел. Подключил к центру вот эти вот две колонки, которые поставил на стол. Вот эти полки были найдены на помоечке, которые я распилил и вставил по бокам по размеру. Вот это зеркало вообще выкинуть хотели. Мне его отдал крёстный отец. Взял он его на стройке. Данное зеркало немного со сколом. Поэтому, собственно, его и выкинуть хотели. Но самое интересное, что это зеркало с подсветкой. Блин, у меня даже дома такого зеркала нет. Ну а под зеркалом установлена полка из Икеи, которую я нашёл на помойке. Застелил её искусственной травой, которую я, кстати, вчера нашёл на помоечке. Также установил здесь полочку и застелил её искусственной травой. Ну, смотрится вообще офигенно. Мне нравится. Здесь я уже поставил пять бутылок со спиртным из помоечки. Это будет мой такой мини-бар. Здесь стоят какие-то статуэтки. Вот, допустим, вот этот череп. Только олды могут его помнить. Видите, в пожаре он немножко подкоптился. Но я даже не собираюсь его отмывать. Так он и будет стоять и напоминать мне о пожаре. И вообще буду смотреть на него и ностальгировать. Ну а вот здесь стоит моя небольшая библиотека из помоечки. Супер топовые книжки по бизнесу, по саморазвитию. Недавно вот прямо полностью все эти книги нашёл в одной помойке. И планирую их, кстати, все прочитать. А ещё самое крутое, что мы сделали в целях безопасности, это вентиляция. Вот на этой чёрной стене установлены решётки, за которыми есть дырки наружу гаража. А вот там, где ворота, я установил трубу с крутящимся диффузором, который с помощью ветра вытягивает отсюда воздух. Я установил по центру стола вот эту голову, которую находил в помойке. Она у меня находилась ещё в старом гараже. Она от пожара подкоптилась, я тоже не стал её отмывать. Просто так повесил, как память о пожаре. И вот снизу сам лично нарисовал кисточкой и красной краской огонь. Также пустил там диодовую красную ленту. И в темноте этот огонь как настоящий. Смотрится офигенно. Офигенно. Также в столе лобзиком я сделал дырку под будущие кабеля, которые пойдут под монитор. Потому что здесь по-любому в будущем будет стоять компьютер. Ну а старый компьютер сгорел. А ещё на помойке был найден вот такой вот очиститель воздуха от фирмы Борг. Теперь в гараже ещё и чистый воздух есть. Спасибо помойке. Ну а теперь давайте пройдёмся по электрике. Здесь есть что рассказать. По проводке установил счётчик на стене с большим количеством автоматов, которые мне подарили. И собственно сам щиток мне тоже подарили. И мне подарили даже счётчик на свет, который я тоже установил. Ну и благодаря счётчику теперь никто не имеет права сказать, что я тут свет палю. Потому что я буду за него платить. Электрика сделана по всем правилам технической безопасности. Всё поделено по группам. Здесь как вы видите две группы розеток и три группы на освещение. Первая группа освещения, которая выключает, включает основной свет. Вторая группа выключает свет над столом. Ну а третья группа освещения, это розетка, которая находится под столом. И которая питает RGB ленту и музыкальный центр. Основной кабель, который питает весь наш гараж с сечением 2,5 миллиметра. На розетке тоже идёт 2,5. Ну а на освещение идёт кабель с сечением 1,5 миллиметра. Таким образом, всё сделано супер круто. Даже если у меня будет короткое замыкание, выбьет только эти розетки. А вот эти розетки не выбьет. Плюс ещё это хорошо в том плане, когда будет стоять компьютер на столе. И вдруг здесь закоротит провод, выбьет только эту розетку, а компьютер не выключится. Также помимо RGB ленты вдоль стола, я установил RGB ленту ещё и под стол. И смотрится прям вообще шикарно. Ну вот и всё ребятки. Обзор на гараж подошёл к концу. Пишите ваше мнение о гараже в комментариях. Лично моё мнение, этот гараж получился намного лучше, чем он был до этого. Он не просто обустроен, он обустроен с душой, со стилем, с какой-то задумкой. Которую я кстати задумал и задумал ещё раз. И воплотил в реальность. Жизнь продолжается, это можно сказать жизнь нового листа. Пожар у меня забрал всё, что было здесь. Но ничего страшного, помойка всё компенсирует. Я уже постепенно, потихонечку скапливаю в коробку провода, блоки питания. Всё, что мне в будущем пригодится для проверки какой-то электроники. В будущем гараж конечно же постепенно, буду только улучшать. Ну а всех вас жду на стриме, где я в прямом эфире роюсь в помоечках и показываю, что я там нахожу. Стримлю на второй лайв канал, ссылка будет в описании. Ну и всем пока ребят, встретимся на помойке.